Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешим. Мы начитываем, Никита считает, Новый Завет озвученный. Это весь Новый Завет с полным толкованием с Откровением. От Облаженного Фефилакта и по всем Святым Отцам Откровения. Это три тома. Это наше второе издание. Показать, где... Вот как оно выглядит. С разных сторон показать. Сейчас мы будем насчитывать. Номер 17. Евангелие от Луки 16, 10, 13. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит в вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Никакой слуга... Так. И если в чужом никакой слуга не может служить двум господам? Ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Толкование. Господь... Блаженного Феофилакта. Блаженного Феофилакта. Поскольку скороприходящее, а многим богатство небесное, так как оно всегда пребывает и пребывает. Поэтому, кто оказался неверным всем в земном богатстве и данное на общую пользу братьев присвоил себе, тот не будет достоин и того многого, но будет отвергнут как неверный. Поясняя сказанное, прибавляет. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? Неправедным богатством назвал богатство, которое остается при нас. Ибо если бы оно не было неправедно, оно и не было бы у нас. А теперь, поскольку оно у нас, то очевидно, что неправедно, так как оно задержано нами и не роздано бедным. Ибо похищение чужого имения и принадлежащего нищим есть несправедливость. Итак, кто нехорошо и неверно управляет всем имением, как тому доверить истинное богатство? И нам кто даст наше, когда мы неверно распоряжаемся чужим, то есть имением? А оно чужое, так как оно назначено для бедных, а с другой стороны, так как мы ничего не принесли в мир, но родились нагими. А наш удел богатство небесное и божественное, ибо там жилище наше. Филиппийцам 3.20 Имение и приобретение чужды для человека, сотворенного по образу Божию, ибо из них ничто не похоже на него. А наслаждение божественными благами и общение с Богом – это сродно нам. Доселе Господь учил нас, как должно верно управлять богатством, ибо оно чужое, а не наше. Мы – управители, а не господа и владыки. Поскольку же управление богатством по воле Божией совершается не иначе, как при твердом бесстрастии к нему, то Господь прибавил к учению своему и сие. Не можете служить Богу и мамоне, то есть невозможно тому быть слугой Божиим, кто привязался к богатству, ибо и по пристрастию к нему нечто удерживает за собой. «Поэтому, если ты намерен верно распоряжаться богатством, то не порабощайся ему, то есть не имей привязанности к нему, и ты истинно послужишь Богу, ибо сребролюбие, то есть страстная наклонность к богатству, повсюду порицается». 1 Тимофея 6.10 Лука 16.14-15 «Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они посмеялись над ним. Он сказал им, «Вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом». Толкование. Фарисеи в досаде на слова Господа смеялись над ним, ибо им, как сребролюбцам, неприятно было слушать о нестяжательности. Притча 9.7 «Господь, обнаруживая скрытое лукавство фарисеев и показывая, что они, хотя и принимают вид праведности, мерзки однако шплет Богом по своему самомнению, говорит, вы представляете себя праведниками пред людьми и думаете, будто вам одним дано разуметь то, что нужно и учить. Поэтому вы смеетесь над моими словами, как неразумными, желая почитаться учерни учителями истины. Но не так на деле, потому что Бог знает сердца ваши и считает вас мерзкими за ваше высокомудрие и пристрастие к людской славе. Мерзость пред Господом всякий надменный сердцем». Притча 16.5 «Поэтому вам, фарисеи, нужно было жить не для людского мнения, ибо рассыплет Бог кости от ополчающихся против тебя». Псалом 52.6 «Но лучше соделывать себя праведными пред Богом». Лука 16.16.18 «Закон и пророки до Иоанна. С его времени Царство Божие благовествуется и всякий усилием входит в него. Но скорее небо и земля предут, нежели одна черта из закона пропадет. Всякий, разводящийся с женой своей и женящийся на другой, прелюбодействует. И всякий, женящийся на разведенной с мужем, прелюбодействует». «Полкование». «Господь вышесказанными словами учил нестяжательность и богатство, назвал неправедным имением. А закон, Левитам 26.3.9, «Поставлял благословение и в богатстве, между прочим. И пророки, Исаии 19, обещали в награду благоземные, чтобы кто-нибудь, подобно фарисеям, не сказал ему с наспешкой, что ты говоришь? Ты противоречишь закону, он благословляет богатством, а ты учишь нестяжательности? Поэтому Господь говорит, закон и пророки имели время до Иоанна и хорошо так учили, потому что слушатели были тогда в юном возрасте. Но с того времени, как явился Иоанн, почти бесплотный по нестяжательности и нестяжательный почти до бесплотности, и проповедовал Царствие Небесное, благоземные уже не имеют времени, а проповедуется Царствие Небесное. Поэтому желающие небес должны на земле усвоить себе нестяжательность. Поскольку пророки и закон не упоминали о Царстве Небесном, то справедливо обещали благоземные людям еще далеко не совершенным и не способным представить в себе ничего великого и мужеского. Поэтому, фарисеи, я справедливо учу нестяжательности, когда несовершенные заповеди законы не имеют уже времени. Потом, чтобы не сказали, что наконец все законное отвергнуто, как суетное и совершенно пустое, Господь говорит, «Нет, напротив, ныне еще более исполняется и совершается. Ибо что закон очертал в тени, говоря образно о Христе или о заповедях, то ныне исполняется, и ни одна черта из того не пропадет. Что там в виде тени указано о Христе, то ныне совершится яснейшим образом. И заповеди закона, данные тогда приспособительно и сообразно с разумением несовершенных, ныне будут иметь смысл высший и совершеннейший». А что закон несовершенным говорил несовершенно, видно из следующего. Например, «Закон по жестокосердию евреев дал приговор о растражении брака. Именно, муж, если возненавидит жену свою, имел право развестись с ней, чтобы не случилось чего-нибудь худшего. Ибо склонные к убийству и кровожадные евреи не исчадили ближайших родных, так что заколали в жертву бесам своих сыновей и дочерей. Но это недостаток и несовершенство закона. Тогда было время такого законоположения. А ныне нужно другое учение, совершеннейшее. Поэтому я и говорю, всякий, кто разведется с женой своей не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует. Поэтому нет ничего удивительного, если я учу о нестяжательности, хотя закон ничего неясно не говорит. Вот закон равнодушно дал заповедь о брачном разводе для предотвращения смертоубийства и в иудеях. А я, приучая слушателей к высшему совершенству, запрещаю развод без благословной причины и повелеваю так не вопреки закону, но с тем, чтобы не было убийств между мужьями и женами. И я подтверждаю это, когда учу, что супруги заботились друг о друге и берегли друг друга как собственные члены. И закон желал этого. Но поскольку слушатели были несовершенны, то он определил расторгать брак, чтобы, по крайней мере, при таком условии муж и жена щадили друг друга и не ярились один на другого. Итак, Христос все требования закона подтвердил, а поэтому и хорошо сказал, что невозможно пропасть ни одной черте из закона. Ибо как бы она погибла, когда Христос исправил его закон в лучшем виде? Лука 16, 19, 22 Некоторый человек был богат, одевался в парфиру и виссон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача. И псы, приходя, лизали с трупья его. Умер нищий и отнесен был ангелами на Лона Аврамова. Умер и богач, и похоронили его. Толкование. Эта речь стоит в связи с предыдущей. Поскольку выше Господь учил хорошо управлять богатством, то справедливо присовокупляет и свою притчу, которая примером случившегося с богачом указывает на ту же самую мысль. Речь это есть именно притча, а не действительное событие, как некоторые думали без основания. Ибо настало еще время неправедным наследовать благо, негрешным противное. А Господь придал речи образность, чтобы как немилосердных вразумить, что им предлежит в будущем, так и злостраждущих научить, что они будут благополучны за то, что приносят здесь. Богача в притчу Господь взял без имени, поскольку он не достоин и именоваться пред Богом, как и через пророка Исаию. Не помяну имен их устами моими. Псалом 15.4 А о нищем упоминают по имени, ибо имена праведных записываются в книге жизни. Говорят же, по преданию евреев, что в то время был в Иерусалиме некто лазарь, находившийся в крайней бедности и болезни, и что Господь о нем упомянул, взяв его в притчу, как явного и известного. Богач был во всех отношениях благополучен. Он одевался порфировый сон, и не только одевался, но и всяким другим удовольствием наслаждался. Пиршествовал блистательно, сказано, и не то, чтобы ныне, да, а завтра нет, но каждый день. И не то, чтобы умеренно, но блистательно, то есть роскошно и расточительно. А лазарь был нищий и больной, и при том в струпьях, как сказано. Ибо можно болеть, и однако ж не быть в ранах, а от сих увеличивается зло. И повержен был он у ворот богатого, новая скорбь видеть, что другие с избытком наслаждаются, а он томится голодом. Ибо он желал насытиться нероскошными яствами, но крошками от них такими, которыми питались псы. Никто не заботился и об извлечении лазаря, ибо псы облизывали раны его, так как никто не отгонял их. Что же, лазарь, находясь в таком бедственном положении, хулил бога, поносил роскошную жизнь богача, осуждал бесчеловечие, роптал на промысл? Нет, ничего такого он не помышлял, но переносил все с великим любомудрием. Откуда это видно? Из того, что когда умер, его приняли ангелы, ибо если бы он был ропотник и богохульник, он не удостоился бы такой чести, сопровождения и несения ангелами. Умер и богачи похоронили его, и еще при жизни богача душа его была поистине зарыта. Она носила плоть, как бы гроб, поэтому и по смерти его он не ангелами возводится, но не сводится в ад, ибо не помышлявший никогда ни о чем высоком и небесном достоин самого низшего места. Словами похоронили его, Господь намекнул на то, что душа его получила в дел преисподнее и мрачное место. Лука 16, 23, 26. И в Аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и позапив сказал, «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде, и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени всем». Но Авраам сказал, «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь – злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того, между вами и нами, и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят в толкование. Как Адама, изгнав из рая, Господь поселил перед раем в бытие 3.24, чтобы страдание, повторяющееся при постоянном виде рая, давало Адаму яснее чувствовать лишение блаженства, так и сего богача осудил перед лицом Лазаря, чтобы, видя, в каком состоянии находится теперь Лазарь, богатый чувствовал, чего он лишился через бесчеловечие. Почему же богатый увидел Лазаря не у другого, кого из праведных, но на лоне Авраама? Поскольку Авраам был гостеприимен, а богатого нужно было обличить в нелюбви к гостеприимству, поэтому богатый и видит Лазаря с Авраамом. Сей и мимо проходящих приглашал в дом свой, а тот презирал и лежащего внутри дома. Почему богатый обращает просьбу свою не к Лазарю, а к Аврааму? Может быть, он стыдился, а может быть, думал, что Лазарь помнит его зло и по своим делам заключал и о Лазаре? Если я, мог он думать, наслаждаясь таким счастьем, презирал его, угнетаемого таким несчастьем, и не уделял ему даже крошек, то тем более он, презренный мной, вспомнит зло и не согласится оказать мне милость. Поэтому-то он обращается со своими словами к Аврааму, думая, вероятно, что патриарх не знает, как было дело. Что же Авраам? Он не сказал богачу, бесчеловечный и жестокий, не стыдно ли тебе? Теперь ты вспомнил о человеколюбии? Но как? Чадо! Смотри на сострадательную и святую душу. Мудрец какой-то говорит, смиренную душу не возмущай. Поэтому и Авраам говорит, чадо, давая через сие знать ему, что именовать его так, милостиво, даже теперь в его власти, но и только. А что более всего, он ничего не властен и сделал для него. Что могу, то уделю тебе, то есть голос сострадания, но чтобы перейти отсюда туда, это не в нашей воле, ибо все заключено. Хотя некоторые осквернили себя злодеяниями, хотя дошли до крайней степени злобы, но когда-нибудь сделали же они одно или два добрых дела. Поэтому и богач имел какие-нибудь добрые дела. И так как он в благоденствии здешней жизни получил воздаяние, то и говорится, что он получил доброе свое. А Лазарь злое. Может быть и он совершил одно или два злых дела и в скорби, которые здесь претерпел, получил за них должное воздаяние. Поэтому он утешается, а ты страждешь. Пропасть означает расстояние и различие между праведными и грешниками. Ибо как произволения их были различны, так и обители их имеют большую разность. когда каждый получает воздаяние соответственно произволению из жизни. Приметь здесь и возражения против оригинистов. Они говорят, что придет время, когда муки окончатся и грешники соединятся с праведниками и с Богом. И таким образом Бог будет все во всех. Ну вот, мы слышим, Авраам говорит, что хотящие перейти отсюда к вам или оттуда к нам не могут всего сделать. Поэтому как из участи праведников невозможно кому-нибудь перейти вместо грешников, так невозможно учит нас Авраам перейти из места мучения вместо праведников. И Авраам без сомнения более достоин веры, чем ориген. Что такое ад? Одни говорят, что ад есть подземное мрачное место, а другие называли адом переход души из наглядного в невидимое и безвидное состояние. Ибо доколе душа находится в теле, она обнаруживается собственными действиями, а по разлучении с телом она становится невидимой. Это то и называли адом. Лоном Авраам называет совокупность тех благ, какие предлежат праведникам в ходе их от бури в небесные пристани. Поскольку и в море заливами лоном мы обыкновенно называем места удобны для пристани и успокоения. Обрати внимание и на то, что в день тот обидчик увидит, в какой славе будет обиженный им, а сей в свою очередь увидит, в каком осуждении будет обидчик. Подобно как здесь богатый увидел Лазаря, а сей опять богатого. Лукаш 16.27.31 Тогда сказал он, так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения. Авраам сказал ему, у них есть Моисей и пророки, пусть слушают их. Он же сказал, нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются, тогда Авраам сказал ему, если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят. Толкование. Несчастный богач, не получив облегчения своей участи, прилагает просьбу других, смотри, как он через наказание пришел к сочувствию другим, и тогда, как прежде презирал Лазаря у ног его лежащего, теперь заботится о других, которые не находятся при нем, и умоляет послать в дом отца своего Лазаря из мертвых, не просто кого-нибудь из мертвых, но Лазаря, чтобы видевшие его прежде больным и бесчестным, увидели теперь увенчанным славой и здоровым, и бывшие свидетелями его убожества сами сделались изрицателями его славы. Ибо очевидно, он имел бы явиться им во славе, если бы нужно было быть ему проповедником достойной вероятия. Что же сказал Авраам? У них есть Моисей. Ты, говорит, не так печешься о братьях, как Бог, творец их. Он приставил к ним бесчисленных наставников. А Богач говорит, нет очи, ибо как сам слыша Писание, не верил и слова считал баснями, так предполагал и о братьях своих. И судя по себе, говорит, что они Писание не послушают, как и сам он, но если кто воскреснет из мертвых, поверят. Есть и ныне подобные люди, которые говорят, кто видел, что делается в Аде, кто пришел оттуда и возвестил нам. Пусть же они послушают Авраама, который говорит, что если мы не слушаем Писаний, то не поверим и тем, кто пришел бы к нам из Ада. Это очевидно из примера иудеев. Они, так как не слушали Писаний, не поверили и тогда, когда видели мертвых воскресшими, даже помышляли убить Лазаря, Иоанна 12, 10. Равным образом и после того, как при распятии Господа воскресли многие усопшие, Матфея 27, 52, иудеи дышали на апостолов еще большим убийством. Притом, если бы это воскрешение мертвых было полезно для нашей веры, Господь творил бы оно и часто. Но ныне ничто так не полезно, как тщательное исследование Писаний Иоанна 5, 39. Воскрешать мертвых, хотя призрачно, умудрился бы и дьявол, и поэтому ввел бы неразумных в заблуждение, все между ними учения об аде, достойной своей злобы. А при здравом в нашем исследовании Писаний дьявол не может ничего такого выдумать, ибо они, Писания, суть светильник и свет 2 Петра 1, 19, при сиянии которого вор обнаруживается и открывается. Итак, нужно Писанием веровать, а не требовать воскрешения мертвых. Можно понимать притчу сию и в переносном смысле. Например, так, что лицом богача обозначается народ еврейский. Он прежде был именно богат, обогащен всяким знанием и мудростью и речениями божьими, которые честнее злато и камень до многоценных. Притча 14, 15. Он одевался порфиру и весом, имея царство и священство, и сам будучи царским священством Богу исход 19, 6. Порфира намекает на царство, а виссон на священство, ибо левиты при священодействиях употребляли облащение из виссона. Он и веселился на все дни блистательно, ибо всякий день утром и вечером приносил жертвы, которые вносили и название бесконечности, то есть непрерывности. Лазарем были язычники, народ бедный, божественными дарованиями и мудростью, и лежавшую вороту, ибо язычникам не позволено было входить в дом Божий. Вход их туда считался осквернением, как видно из книги деяний. Осийские иудеи с возмущением кричали на Павла, что ввел язычников во храм и осквернил сие святое место. Деяние 21, 27, 28. Язычники изранены были зловонными грехами и своими ранами питали бесстыдных псов, бесов, ибо язва наша духовная для них удовольствие. Язычники желали питаться крошками, падающими от стола богача, ибо они не имели никакого участия в хлебе, укрепляющем сердце. Псалом 103, и нуждались в пище тончайшей, немного и разумной, как жена хананейская, будучи язычницей, желает напитаться крошками. Матфея 15, 22, 26, 27. Народ еврейский умер для бога, и кости его омертвели, так как он не дал никакого движения к добру, и лазарь, то есть народ языческий, умер для греха. Иудеи, умершие в грехах своих, сожигаются пламенем зависти, ревнуя, как говорит апостол, о том, что язычники приняли веру. Римлянам 11, 11. А язычники, прежде бедный и бесславный народ, по справедливости живут в недрах Авраама, отца язычников. Авраам, быв язычником, уверовал в Бога, и от служения идолам перешел к богопознанию. Поэтому и те, кои стали участниками в его обращении и вере справедливо покоятся в его недрах, наследовав такую же, как и он, участь, обители и восприятие благ. Иудейский народ желает хотя одной капли от прежних законных окроплений и очищений, чтобы язык его прохладился и мог смело что-нибудь сказать против нас в пользу силы закона, но не получает. Ибо закон только до Иоанна Матфея 11-13 «Жертвы и приношения ты не восхотел» Псалом 39-7 И Даниил предвозвестил «Запечатаны были видения пророк и помазан был святый святых» Даниила 9-24 «То есть прекратилось и заключилось» Комментарий Игнатия Лапкина Дорогие батюшки Дорогие архиереи Возьмите в руку и эту книгу и отойдите от книжной полки Православные создали особое очень благоговейное отношение к Евангелию превышающее всякое человеческое разумение Евангелие можно носить только выше головы и только в закрытом виде с хорошими застежками Все это должно быть пышно обставлено с преднесением свечи громкими возгласами диакона и жуткими завываниями причтения этой святыни на непонятном языке Застежек как правило на этих мощных корочках две но невидимых для людей замков с секретами на Евангелии четыре Первый читается в алтаре в отдалении от народа Предполагается что это письмо Божие читают самому Богу но не народу а ведь могли бы вынести и на середину храма Второй повернувшись к народу спиной Почему? Ничто так не полезно как тщательное исследование писаний Это письмо мысли наказа нашего отца своим детям ни один указ царя президента правительство так не читается Объяснение только одно Ради благоговения создается тайна и Евангелие скрывается от народа священниками взявшими ключ разумения Лука 11.52 Горе вам законникам что вы взяли ключ разумения сами не вошли и входящим воспрепятствовали 1 Ездра 4.18 Письмо которое вы прислали нам внятно прочитано предо мною Нееме 8.8 И читали из книги из закона Божия внятно и присоединяли толкование и народ понимал прочитанное Третье читается на церковно-славянском языке которого не знает ни один человек в том числе и читающий Почему бы не прочитать по-русски на родном языке как это принято у других православных народов У греков Евангелие всегда читается лицом к народу с выносом на середину И четвертое Евангелие не читается а речитативом поется при том по особо утвердившейся схеме Начинается гудением шмеля в дупле как пишет Якуб Колас в Ростонях а заканчивается таким диким завыванием дьякона что кажется или у него пуп оторвется или сделает в церкви то чего делать нельзя Это считается ценным и очень важным как пишет Репень Рев Зев и Лупоглазие И если эту книгу толкование блаженного Феофилакта снимут с полки и обязательно выйдут с нею на улицу постоят с закрытыми глазами хотя бы минут пять а после этого заново пересчитают толкование на это место то не возопиет ли душа такого протодьякона Господи да что же мы наделали да почему мы забыли про этот народ который идет мимо меня ничто так не полезно как тщательное исследование писаний да какое же мы имели право скрыть слово твое за две застежки и четыре замка какой же ответ мы дадим тебе на страшном суде Господи мы скрыли великое слово твое и мы ответственны что люди не верят в тебя эти добрые книги добрые толкования стоят на полочках сами по себе а мы действуем сами по себе соедини это толкование с нашей душой помоги нам духом святым воплотить это толкование в жизнь блаженный феофилакт моли Бога о нас чтобы те скатомогильники которые мы устроили в храмах превратились в истинный виноградник живых душ мы жаждем проповеди награди нас талантом проповеди этим священно действием благовестия Господи всели в нас благодать призывающую Господи коснись сердца народа благодатью обращающей Господи садилай через нас чудо чтобы родившиеся свыше получили через нас благодать освящающую в святых таинствах православной церкви да исчезнет безбожие да разрушатся все ереси через твою проповедь через наши уста ничто так не полезно как тщательное исследование писаний все все неудачно неудачно